Чё, так можно? Чем оно мне нужно было вдома и тоже было хорошо? Чё, чё за зашквар? В этом был весь успех? И прикиньте, это сработало. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня у меня даже не будет в руках укулеле. И нет, это не моменты жизни. Сегодня произошло долгожданное событие моего становления блогером годов снимания на YouTube всяких видосиков, потому что сегодня пришла долгожданная кнопка от YouTube, которую сегодня мы распакуем и посмотрим, что же там, как она сейчас выглядит. Надеюсь, я плакать не буду. Блин, даже не люби, пожалуйста! Но я подумала, что сразу распаковывать, показывать, какая она красивая, нет смысла. Лучше вам расскажу, как я вообще стала блогером, как я начала снимать видосики, с чего все начиналось. Поэтому садись поудобнее, можешь что-нибудь пожевать по хрумчате, и я тебе расскажу, как все зарождалось. Боксинг от Дарьи! Начнем, пожалуй, с того, что все мое знакомство с интернетом началось где-то аж в 11-м году, когда нам его домой провели. Так еще, причем проводной был, не Wi-Fi, как сейчас делают. Мы смотрели на комплюктере с моим старшим братом всякие баяны на Ютьюбе, и блогеры по типу, знаете, здесь хорошо и плюс 100 500, которые обозревают какие-то видеоролики. Потому что таких блогеров, как сейчас, вот мы имеем, и такого количества тогда не было. Приходилось довольствовать тем, что есть. Это продлилось, наверное, около двух лет. Потом в 13-м году я наткнулась во Вконтакте, причем на скетч Кати Клэп, когда она еще вела свой Фоги Дизастр канал. Я тогда была просто поражена тем, что «А че так можно?» Писать сценарий, снимать, какие-то мысли свои излагать, и это люди будут смотреть. Че это так работает? И с того момента я посмотрела абсолютно все скетчи с ее Фоги Дизастр канала, потом посмотрела все влоги и блуперсы за Кейт Клэп. И вот по сей день я считаю, что Катя Клэп это просто действительно богиня русского Ютьюба. Человек настолько предан своему делу, настолько работоспособен, что я прям вау, я прям поражена, я прям ставлю ей лайк. Катя, если ты сейчас смотришь, ты красотка. В моем сердце навсегда. И я все больше и больше думала, я же тоже, наверное, могу быть блогером. Но знаете, это не то, чтобы быть блогером популярным, а скорее креативить, снимать что-то свое и делать что-то свое. И вот тогда, в 13-м году, я создала свой канал, который вот сейчас на данный момент, это именно он. Тогда он назывался у меня Seven Tweaks. Не спрашивайте, почему так назывался. У него еще такое оформление было огненное, просто. Аватан просто офигевает от моих умений. Но фотошопами я тогда не умела пользоваться. Делались оба ватани на коленке, между прочим. И тогда на этот канал я начала обозревать, делать летсплеи на всякие игры. Причем, вы понимаете, у меня не было камеры, я просто включала Fraps, как-то называлась эта программа, которая записывает экран. И чисто 20 минут, без перерывов, я вот это все снимала, и потом выгружала все эти гигабайты на канал. А это грузилось еще по несколько дней, я даже не преувеличиваю. Действительно, два дня подряд могло грузиться какое-то видео. Я его вообще не монтировала, тупо вот взяла и выложила. Добрый вечер всем, с вами канал Seven Tweaks, и как я и обещала, я буду снимать. И сегодня мы будем проходить игру по названию The Plan. Таким образом, я проснимала полгода эти ролики, набрала стопа пищков. И для меня это тогда была какая-то одушина, тем более я любила играть всякие игры, и прям приятность с полезным совместила. Вот у меня был такой канальчик. Родители знали, между прочим, что я снимаю всякие видосы. Причем такой момент, почему-то, когда ты говоришь человеку, что ты снимаешь видео на YouTube, или ты блогишь, все такие, чё, чё за зашквар, зачем ты это делаешь? Ну, по крайней мере, раньше такая была штука. Я не понимала, почему так люди реагируют, потому что это же обычное у человека хобби, у кого-то это работа. Просто это такие же действия, нет ничего в этом криминального. Просто кто-то любит играть в шахматы, играть в хоккей, а кто-то снимает видео на YouTube. Боксинг от Дарьи. Потом я что-то забила на этот канал, начала играть в КВН, и это всё голубым по Европам время шло. Я видосы вообще никакие не снимала. И знаменательный момент. У меня есть подружка Динара, которая занимается фотосессией, то есть она фотографка у меня. И я как-то к ней пришла в 15-м году, или 16-м, точно уже не помню, в гости, и увидела, что у неё штатив стоит около шкафа, и такая, о, давай чисто по приколу снимем видос. То есть это было ради прикола, ради угара. Я даже не думала, на что это всё повлияет, во что это выльется, но тогда я говорю, давай мы просто снимем видос. Он, кстати, на канале у меня открыт, самый первый. Вы можете посмотреть, я такая там смешная, прикольная, мне лет 15-16, что ли. Привет, друзья мои дорогие, я запускаю свой новый бьюти-блог, хотя у меня до этого и не было его, и как настоящая девушка, я решила снять свое первое first-видео, потому что как же без него? Следите за новостями, подписывайтесь на мой канал, потому что должна быть такая фигушечка. Ну, конечно, я её не посажу, я её забуду. Всем чебокик-покик! В этот же день, когда мы сняли этот видос, я пришла домой, открыла свою программку по монтажу Камстаси, видео, кстати. Хорошая программка, если вам нужно что-то склеить, но не для видео на YouTube, чтобы выкладывать. Она лагает, она ни о чём, эта программа, ну, вот, моё первое видео я там смонтировала, выложила на тот канал 7Fix, но при этом я его переименовала, теперь он назывался Даша Кирпич, не Кирпич, между прочим, Кирпич. И с того момента я поняла, что это моё... Но у меня не было камеры, поэтому я сразу писала несколько сценариев роликов на несколько недель вперёд, переходила в выходные дни к Динаре, потому что у меня был штатив и камера, у меня было ничего, только энтузиазм. Мы это всё снимали с ней, я очень много тупила, вот, болтать на камеру по сценарию для меня до сих пор сложно, тогда было втройне сложно, мы могли это по несколько часов снимать, и потом я в течение нескольких недель это видосы все эти выкладывала. Это продлилось, наверное, до 17-18 года, когда мои родители и старший брат подарили мне Никон ДП-200, на который я до сих пор снимаю, прикиньте. И с тех пор я сама потихонечку начала снимать какие-то видосы. Да, первоначально я хотела снимать всякие скетчи, всякие смешнявки, но, конечно, на тот момент эти видосы для меня казались смешными и забавными, если сейчас смотреться нынешним опытом. Но это так глупенько и наивно, но для меня это прям вау, это... Это ностальгия, ребята, это ностальгия. Кстати, такой момент, когда я придумала эти скетчи, я начала вести такую рубрику под названием «Тренер Галя». То есть, эту мысль я вынашивала очень давно, когда с подружками мы решили заняться спортом и каждый вечер ходить бегать. Вот с того момента это было очень давно. О, это очень давно было. И на тот момент я решила, что почему бы мне не сделать вот такой вот сериал а-ля спортивный. Кузьма просто отдыхает с моими пацанами до бенка. Вообще просто. У меня был тренер Галя. Сняла всего несколько, наверное, серий, потому что они показались неоднотипными и нет развития персонажей. И я вот на это благополучно забила. Но, между прочим, тренер Галя тоже в моем сердце. Это прям такой персонаж, прям красотка. Она красотка. Как же так получилось, что начала снимать видос про укулеле. Ну, тоже достаточно все просто. Вот в этом же как раз 15-16 году, когда я только-только начала вести канал, у меня появилась укулеле, потому что я загорелась прям с желанием на ней научиться. До этого у меня, конечно, были попытки научиться играть на гитаре, но я забросила и я до сих пор не умею играть на гитаре. Ребята, поэтому, пожалуйста, не пишите, умею ли я играть на гитаре. Нет, не умею. Я умею только играть на нервах и на укулеле. Все. Я загорелась за желанием играть на укулеле, если уж на гитаре это как-то не пофартануло. И я такая чисто по фану, думаю, у меня только она появилась, думаю, а почему бы мне не снять разбор там на Цои или на Adventure Time на тот момент и сняла. Я играла коряльненько, объясняла непонятно, постоянно вот таким вот громким голосом, высоким еще что-то разговаривала, говорила. Разбор на укулеле простых мелодий. Все. Чисто по фану сняла этот видос, опять же, да. Как вообще начала вести этот канал. Ну и потом. Как-то пошло-поехало и начала делать все разборчики. Ну они у меня сначала были 50 на 50 с моими скетчами, а потом уже потихонечку разборы взяли прям все 100%. Боксинг от Дари. У меня появилась камера, купила штатив, появилось какое-то более-менее освещение. Ну как могу сказать, освещение появилось. Я просто снимала около окна, около балкона. Все, свет горел. Была какая-то непонятно, некрасивая картинка. Я очень часто, кстати, промахивалась с фокусом. Я постоянно приходила все перезаписывать. Потом до меня дошло, что на Алиэкспресс можно заказать вот такой вот, как это объяснить, пультик дистанционного управления, на котором ты нажимаешь кнопочку, и у тебя фокусируется камера. Если что, что-нибудь подобное найду на Алике, скину вам ссылку, потом посмотрите, что это такое. Тогда я вообще не знала, что вообще такое существует. Ну а дальше я начала снимать видосы самостоятельно, как-то пытаться практиковаться в этом деле. Единственное, в какой момент я могла снять несколько видосов подряд и тут же их выложить. Я могла вообще пропасть на две недели, ничего не выкладывать на канал, потом могла вообще пропасть на три недели и ничего не снимать на канал, потом вернуться, как и ни в чем не бывало. То есть я так ля-ля-ля вела вот этот каналец. Джорджик пришел! Какая прелесть! Жу, моя пузечка, не могу над ним. Какой он у меня хороший. Извините, на хомячка отвлеклась. За это время я уже успела поступить в колледж, закончить колледж, поработать, между прочим, в IT-парке. У меня был такой момент, где я работала куратором по блогерству, детям рассказывала, как что вообще, из чего состоит блогинг. Кстати, на ту зарплату купил свою вторую камеру, которую я благополучно потом разбила. Вот, кстати, я сейчас чиню, возможно, скоро-скоро мне ее починить, то я буду снимать на вот эту компактную камеру от Canon. Кто со мной давно и смотрит за моими успехами, понимает, что за камера. Но время, конечно же, идет. Даречка закончила учиться в колледже, я переехала потом в Питер, то есть это уже 19-й год. Про канал я когда-то вспоминала, когда-то забывала, но то есть не было какой-то систематичности. В общем, смотрите, в чем секрет всех успешных людей в их систематичном труде. То есть они делают это изо дня в день, каждый день, а не так, как вот сделали видео, выложили видео, и все, пропали. Конечно, вы ничего не добьетесь таким образом. Если вы будете, допустим, у вас есть расписание, что вы выкладываете, ну, три раза в неделю видос, вот это каждую неделю у вас будет продолжаться, естественно, вы какого-нибудь успеха и добьетесь. Ну так вот, заканчиваю я, собственно, учиться в колледже, мои друзья говорят, погнали с нами в Питер, а я такая, ну, давайте, хотя вообще не собиралась сюда переезжать. Зачем оно мне нужно было? Дома и тоже было хорошо. Приехали мы, собственно, в Питер, я поступила на вышку, решила быть взрослой и пойти на работу. Я проработала два месяца в Гринписе фанрайзером, чтобы понимали, что такое фанрайзерство, это человек, который ищет для благотворительного фонда спонсоров, то есть донатеров. Работа очень сложная, она сравнима, наверное, как вот люди сейчас работают, доставки еды курьерами, там, али в Яндекс, Деливери, вот такая вот, это была сложная работа, реально, целый день на ногах. Я подумала, что это не мое, это не мое, я уволилась, и у меня был такой период, блин, чем себя занять? То есть я не совсем хочу идти работать по образованию своему учителю музыки, да, я закончила на учителе музыки работать, думаю, перспектива в 15 тысяч рублей зарплата за месяц, это ну такое себе? И как раз в этот момент я вспоминаю, что у меня же есть мой канал, на котором подписано уже 15 тысяч подписчиков, я была в шоке, люди как вообще подписывали, зачем? Вот я вспоминаю, думаю, так, окей, Дарь, помним все свои желания и хотения, твои 15-летние девчонки, которой ты была раньше, почему бы тебе вот не дать себе срок, у тебя есть, допустим, там 4 месяца, и если ты будешь как бы с умом подходить к этому делу, выкладывать видосы, что-то там придумывать, будешь это делать систематически, если у тебя будет какой-то результат, то мы дальше будем продолжать этим заниматься, если нет, так нет, продашь все оборудование, попадешь на настоящую работу учителем, в школу, делать всякую документацию, когда я себе дала вот этот вот срок, и думаю, ну, посмотрим, будет, что будет. Итого, в декабре у меня стукает уже, стукает, тук-тук, стукнуло на канале 30 тысяч подписчиков, я такая, чё, серьёзно? То есть, в этом был весь успех? Просто делать каждый раз, а не пропадать? Серьёзно? Кому-то я приношу пользу, и вот в январе, как раз вот в этом январе 20-го года, я себе ставлю просто супер-гиперцель, типа, а почему бы мне за год не собрать 100 тысяч подписчиков на канале? То есть, до этого я просто бездумно, ради души, ради сердца снимала, но у меня не было какой-то конкретной цели, и тут я себе ставлю цель, тогда мне она казалась супер-недостижима, ну, чё, как ты за год соберёшь 70 тысяч человек на канал? Вы должны понимать, 70 тысяч только благодаря каким-то там или коллаборациям, или систематичным видео, то есть, не покупка рекламы, я не покупала ни разу рекламу канала. Тогда я думаю, ладно, цель звучит недостижимо, но я попробую. И теперь я в каждом разборе начала говорить, что вот, у меня есть цель, если кому нравятся мои видосы, пожалуйста, подпишитесь, я буду очень признательна и рада. И прикиньте, это сработало. Я начала каждый день просыпаюсь, снимаю разборы, монтирую, выкладываю, то есть, и это было изо дня в день, у меня уже начала болеть спина, у меня уже, я вот сижу целый день, потом встаю вечером, такой хрррр, в спине хруст. Это продолжалось очень долго, ну, то есть, с апреля до, наверное, июля. Чтобы вы понимали, типа, три видоса в неделю, это же не так много, Дарь. Давайте я объясню, как это вообще все стоит. Вам нужно придумать идею, чтобы придумать идею, вам нужно прочитать все комментарии, которые вам написали, да? Читаем комментарии, смотрим, то есть, на основе вот этих хотелок смотрим, что сейчас популярно, пишем раздачный материал, подготавливаем все оборудование, все это расставляем, всю эту красоту, снимаем это все, монтируем, делаем превью, пишем всякое описание, чтобы люди могли просто найти в поиске твой видос, и только потом выкладываем. Это 7 действий ради одного видео, а их 3 в неделю, а может даже 4, смотря что, какая неделя выдалась. И я вот в таком хард-режиме начала работать. За этот период я успела познакомиться с другими авторами по укулеле, вообще начала внедряться в эту структуру укулеле, до этого я, ну типа девчоночка, которая снимает разборы, сейчас это вообще другой оборот. Вообще мое стремление того, вот просто этой цели добиться 100 тысяч подписчиков, она мне толком ничего не давала, но вот эта цель в 100 тысяч, осознание того, что на тебя, на тебя одного подписано 100 тысяч, тысяч людей, это как небольшой город, представляете, на тебя одного подписано, для меня просто это было шок. Этот масштаб я осознала только в тот момент, когда мне начали писать в директ очень много писем, нам писали в редакции очень много писем, писем, да, когда мне начали писать во Вконтакте, в личные сообщения, вот такие письма, портянки, в директ о том, что Даша, спасибо тебе большое, что благодаря тебе я начала играть там на укулеле, или там человек пишет, что вот, до этого я думала, что я и музыка, это две разные вещи, но благодаря твоим усилиям и старанию, я понял, что блин, это круто, я теперь там играю такую-то мелодию, это как серьезно, благодаря мне, ты играешь? И это не один человек, и не 10, их много, и меня это прям заряжает делать еще больше, больше видео, узнавать что-то, рассказывать вам понятным языком, то есть я поняла, почему людям нравится мой контент, потому что я объясняю все понятным языком, для меня это очень важно, мне очень важно давать пользу, мне очень важно, чтобы вам было все понятно из музыкальной терминологии, именно давать то, что, во-первых, нужно, понятно, и вы можете это применить, да, они вот, есть люди, там, музыканты, ну, они прям музыканты, они прям вот теоретики, да, которые там, доминанты разрешаются туда-то, там это каданс, вот это все, п-п-п-п-п-п-п-п, человек такой с укулеле сидит, а зачем оно мне надо? Вот я не хотела такого делать, поэтому у меня была цель, понятным доступным языком, чтобы человек, который без музыкального образования, понимал и что-то научился играть. И вот потихоньку, потихоньку мысли начали материализоваться, а я вообще сторонница того, что вот то, что ты хочешь, если у тебя это всегда перед глазами маячит, то ты получишь, то есть я в самом начале года сделала доску желания, она у меня всегда вот тут висит на стеночке, я всегда на нее смотрю, я тогда повесила фотографии кнопки, то есть вот, я хочу за этот год вот эту получить кнопку, вот она у меня будет. Честно, на тот момент я не поняла, зачем она мне нужна, просто потешить свое эго, что, а что это, так можно же, все реально, все те цели, они реальны, просто нужно постараться, а не думать, ну да, вот, было бы прикольно, конечно, и при этом ничего не делать, конечно, ничего не получится, потому что ты ничего не делаешь, это так работает, ребята, я была секундной мотивации, если вам надо мотивацию, встань и иди. И что получается-то, собственно, этот коронавирус на нас нападает, все садятся дома, я выкладываю по 3-4 видоса в неделю, и канал начинает все больше и больше расти, то есть за один месяц на меня могли подписаться там по 10-15 тысяч человек, это очень много для такого образовательного контента, то есть, чтобы вы понимали, образовательный контент, он меньше по просмотрам, по подписчикам, но он прям хорошо концентрирован по знаниям, конечно, развлекательный там контент а-ля Влад А4, все смотрят его, поэтому там миллионы просмотров, а когда я говорю, что вот у меня в месяц там 10 тысяч людей подписалось на мой канал, это прям действительно очень много для такой узкой направленности канала. Ну и так получилось, что уже в октябре на канале стукнуло 100 тысяч подписчиков, хотя я планировала, что это только в декабре произойдет, то есть у меня еще было два месяца в запасе, если что, и YouTube прислал мне вот эту кнопочку, которая означает, что все было не зря, все эти старания, все эти силы и время, которые я потратила на создание контента, вот в этой кнопке все, это концентрация моих сил и стараний, ребята. И сейчас мы откроем эту кнопочку, естественно, наш конслярский нож. Кстати, да, хочу вам рассказать, пока распаковываю этот момент, как же получить эту, собственно, кнопку. Когда вы достигаете 100 тысяч подписчиков и пишете свою партнерскую сеть, к которой прикреплен ваш канал или напрямую с YouTube, но напрямую писать YouTube будет очень сложно, вам могут вас вообще типа проигнорить, вы пишете свою партнерку типа, камон, у меня вот 100 тысяч подписчиков, как бы, где моя кнопочка, они говорят, все, окей, жди, мы тебе пришлем код. Этот код, благодаря которому, вот по этому коду, вам выгравировывают вашу кнопку и присылают, отсылают. Вы заполняете все документы, что вы настоящий человек, что канал, этот канал именно ваш, вы ждете, пока вам одобрят это, высылают кнопку, кнопку высылают со штатов, потом вы могут прислать смс-ку о том, что вот вам какая-то там доставка с США приходит, вы должны заполнить все документы, паспорт, там рождение, короче, все-все-все-все документы, потому что, типа, это США, и какого фига, вы что-то с США ждете. Потом вам присылают еще документик о том, что, там, допустим, в Москву, ну, они просто с Москвы присылают, я не знаю, где вы живете, допустим, то есть США в Москву присылают эту кнопку, вы опять должны заполнить документ, ну, причем его, вам присылают, как бы, образец, вы этот образец распечатываете, вписываете все свои данные, пишите объяснение, с какой стати, с какой стати, вам что-то присылают, как бы, со штатов, вы пишите, что это кнопка YouTube, что вот у меня на канале 100 тысяч подписчиков, пожалуйста, разрешите мне забрать свою кнопочку. И тогда потом они только после этого документа отсылают, где вы живете, вашу кнопку. Ну, и вот, у меня пришла эта кнопочка. Короче, все, хорош болтать. Вы первые смотрите. Так. Так. Ммм, кайфу. Пахнет американщиной. Дальше тут написано, она написана на русском. Поздравляем с новым достижением. Мы рады вручить эту награду, знак признания ваших успехов и хотим, чтобы этот момент для вас стал особенным. Письмо благодарности. Давайте прочтем. Помните ли вы своего первого подписчика? Да. Это был мой брат. А сотого? Тысячного? Скорее всего, да. А значит, запомните и сто тысячного подписчика. Нас радуют ваши успехи и мы хотим отметить их серебряной наградой. Поздравляем со сто тысячами подписчиков. Так, все, я закрыла глаза. Вот, вот эта штучка. Кстати, такая хорошая эта, бумага. Не поскупились? Хорошо. Как грамоту повешу. Итак, все, я закрываю глаза. Блин, я сейчас, видите, я не плачу, я не плачу. Блин, даже не люби, пожалуйста. Простите, девочки, я не сдержалась. Не знаю, для меня это действительно очень ценно, что мои труды и старания были не напрасны. вот эта кнопка показывает, что все возможно достичь. Правда, это правда, это я прямо сейчас отдышать сердце вам говорю, что все ваши цели, которые вы хотите, что вы действительно хотите достичь, это достижимо, если вы просто начнете делать. Это так сделано, прям я чувствую, как они вот эту гравировку сделали. Ну, не гравировка, а какое-то напыление. Еще такой задник хороший, такой бархатный, можно ее повесить куда-то. Но я, наверное, не буду куда-то на стену, вешать, я поставлю вот сюда. Ну, я думала, она будет меньше. Правда, я думала, что она будет такая небольшая, прям, ну, да, обратно, прям, ну, хорошая. Кстати, ребята с YouTube позаботились, что сейчас же и новый, как бы, дизайн этой кнопочки, и положили такую салфетку, которую можно протирать ее. Super dry. Ах нет, американщиной. Мне кажется, эта награда больше цена для той Дарички, которая мечтала быть блогером и получить свою заветную кнопку. И у нее это, это произошло. Я понимаю, что это всего лишь какой-то кусок, вот, непонятно чего, кусок металла, допустим, да, но, но это не для меня, это не просто кусок металла, это кнопка, по которой можно сказать, что все, все, что я делала за все эти годы, это не зря. И благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что все вот эти видео, которые создаются, они действительно для вас полезны, вот эта кнопка тому подтверждение. Какой ты человечек, где меня, который мог стать просто учителем музыки, работать где-то в школе за 15 тысяч в месяц, 100 тысячам людям помогает изучать укулеле и привносит что-то полезное в этот мир. Спасибо, что вы со мной, что вы мне пишете, рассказываете свои истории, как вы пришли, как меня нашли, для меня это безумно ценно. Я вот на вот такой вот ноте растерянности и счастья, и радости, я хочу попрощаться с вами, но ненадолго, скоро выходит новый видос, мы будем с вами достигать еще новых целей. Я пока не знаю, какую хочу себе цель поставить, то есть у меня сейчас цель больше прокачивать канал, ну в плане не по подписчикам, а просто там вот на подачи, рассказывать вам всякие истории, рассказывать вам какие-то вещи касаемо укулеле, то есть еще больше прокачивать, а не только разбирать какие-то песенки. Я буду безумно благодарна, если вы поставите лайк этому видео и напишите какой-нибудь добрый и радостный комментарий с поздравлениями, может быть, или расскажете свою историю, как вы меня нашли, я это все обязательно прочитаю, пролайкаю. Но меня по-прежнему зовут Дарь, которая смогла достичь эту цель, которая шла 5 лет. Прикиньте, вот это так странно, да, благодаря моей мечте, просто чтобы у меня была эта кнопка, я принесла столько пользы своими действиями. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok